Друзья, приветствую вас из своего автодомика. С вами Анатолий. Мне поступило несколько вопросов о том, чтобы я сделал обзор. И друзья спрашивали, рассказать им о том, как запускать отопление, о том, как сливать воду. Я сам много смотрел ютуба, много читал в интернете, но про мой вензверг вот этого 2001 года не мог найти информацию. Уже так морозик поджимает к нулю, плюс два, надо было сливать воду. Вот приехали наши знакомые из Нарвы, там Сергей с Катей, и они мне показали. Мы вместе с ними провели хорошо время, и мне Сергей показал, как воду сливать на зиму, консервировать автодомик и так далее. Много советов мне дал, я им за это очень благодарен. Вот, сейчас покажу, меня просили показать панель управления автодомом и о отоплении рассказать. Ну, начнем, сейчас все покажу. Итак, вот так выглядит моя панель управления. Сегодня мы этого касаться не будем, это для солнечных панелей. Вот, покажу, чтобы не отсвечивало, пришлось включить свет. Сейчас темнеет быстро, я вечером уже пришел. Вот, итак, вот название здесь, значит, здесь не так много клавиш. Здесь есть клавиши. Ну, и здесь четыре клавиши, и основная у меня включена клавиша. Сейчас у меня работает это для печки. Итак, все по порядку расскажу, все объясню, все расскажу. Итак, клавиша. Здесь написано первая клавиша, здесь написано вторая клавиша. Первая клавиша означает то, я смотрю, заряд аккумулятора, который, стартерный аккумулятор. Вот, я нажимаю, показывает стартерный аккумулятор. Это под номером 2 показывает аккумулятор в салоне, который подключен у меня к солнечным панелям. 95 ампер часов, маленький, к сожалению. Ну, я уже купил автодом, я бы оставил больше, там, 120, скажем, ампер часов. Ну, ладно, какой есть, такой есть. Я смотрю тоже. Сейчас он потрачен, потому что мы с женой сейчас убирались, она ушла, собака, из автодомика. И мы включали пылесос, весь свет горел и так далее. Ну, пылесос, у меня инвертор на 220 есть, поэтому я внутри включаю пылесос, чайник, я уже говорил. Итак, это заряд аккумулятора стартерного, под номером 2. Это заряд аккумулятора, который дополнительный. Теперь здесь есть, это предохранители стоят. Это, понятно, на холодильник, это на свет, на плиту здесь и так далее. Здесь легко разобраться. Далее, четыре кнопочки, они у меня все сейчас нажаты. Это свет. Это кнопочка водяная пумпа, этот, как это по-русски, этот насос водяной, ну, который качает воду. Ну, и свет здесь. Вот эти все четыре я тоже запускаю. Вот. И вот это, это основная кнопка. Ну, основная кнопка у меня включать. Все это. Здесь вот шкала такая есть. И это бак с чистой водой. Это бак с серой водой, с грязной. Серая вода, которая показана в бактике. Вот это вот с раковины, с умывальника и так далее. Но не с туалета. С туалетом они не соединены. Когда я нажимаю, он показывает, сколько у меня воды. Было полбака, мы сейчас делали уборку. В пятницу мы на выходные выезжаем. Путешествия, подготавливаем домик. Вот. Ну, и этой воды. Эта вода еще пока не показывает. Она еще не натекла у меня туда, как бы вот. Вот так что, это показывает чистая вода. И это показывает, сколько у меня серой воды. Вот. Ну, в принципе, по этому, я думаю, все понятно. Теперь здесь по отоплению. Сейчас у меня запущено отопление. Идет теплый воздух. По этой, значит. Это первая клавиша слева. 40 и 60, где написано. Это и здесь вот такой душ. Это температура воды выставляется. Горячей воды либо 40 градусов, либо 60 градусов. Это просто температура воды выставляется. Далее важна вот эта вот кнопочка. Вот эта. Сейчас у меня, видите, наверху поднята на душе. Стоит она и колонка здесь. Это нагревает воду в верхнем режиме, когда поднята. И дает теплый воздух сюда внутрь, в салон. В домик. Если вот эту поставить на середину. Середина, это значит выключена. Вот на точку на эту. Если ее опустить вниз, то отопление не будет работать, а будет только нагреваться вода. Ну, например, летом или осенью. Ну, когда еще более-менее тепло. Вам отопление не нужно, а вы только теплую воду хотите. Тогда вот этот вот рычажок опускайте вниз сюда. Отопления не будет. Сейчас у меня, видите, ну, тепло как бы. Я нагрел домик. Уже около часа работает это. Вот выставляет температуру. Сейчас у меня выставлено на 22 где-то градуса у меня выставлено. Это крутишь, это выставляешь. Температуру. Смотрите, я сейчас поверну на максимально. И вы услышите, как заработает вентилятор. Сейчас покажу. Отсюда идет тепло. Вот, слышите, сработало. И сейчас покажу саму печку. Она полностью в автоматическом режиме. Моя печка называется вот так. Вы можете поставить потом на паузу. Сейчас я подольше подержу. Вы можете поставить на паузу и все это внимательно почитать. Так, разберемся. Теперь посмотрим, что здесь у меня происходит. Это сливать воду зимой. Когда зимой сливаешь воду. Открываешь и все текет в бак серой воды. Вот это, как мне объяснили, я это точно не знаю еще. Но сказали мне точно или нет, не знаю. Он должен вроде как автоматически. Если там какая-то температура критическая, уже к нулю, там, или минус 2, или сколько там. То она, может быть, поднимается. И вода выливается автоматом тогда. Но не знаю, я не уверен в этом. Я еще насчет этого 100% не знаю. Вот. Все происходит полностью автоматически здесь. Ничего я не трогаю здесь у меня. Все стоит, и я, ну, просто не дотрагиваюсь. Сейчас вот, слышите, у меня работает, гудит. Я включил на максимум, дует. Вентилятор, послушайте. Слышно, да? Если я убавляю, соответственно... Фу, мне жарко стало. Если я убавляю, соответственно... Вот, слышите, щелчок был. Вентилятор выключился, потому что он будет поддерживать эту температуру. 20 градусов. То есть, я ставлю наверх рычажок и ставлю 20 градусов. Все. То есть, ну, все очень, как бы, просто. Ничего. Ну, и не забудьте открыть, пожалуйста, газовый баллон. Если вы делаете. И сейчас покажу еще, как сливается вода. А, ну, и давайте я сразу покажу, как запускается холодильник. У меня, ну, это в интернете очень этого много. У меня холодильник Electrolux. Работает он, значит, вот, покажу. Это выключенный режим у меня сейчас вот стоит. Это от вне, когда подключены 220. Это от аккумулятора, когда машина заведена, вы куда-то едете. И это внизу газ. Значит, от газа. Сейчас у меня холодильник, видите, свет в нем не горит. Он у меня выключен сейчас, холодильник. Итак, сейчас мы стоим. Я не буду его от аккумулятора. Я его переставляю. И вот что произошло. У меня начало мигать здесь. Здесь у меня крутить максимум-минимум. Это я вдавливаю. Все, перестало мигать. А, нет еще. Вот, я слышал маленький такой пух. Еле-еле слышно. Это значит, фитилек там загорелся. Все загорелось теперь. И все. Холодильник работает. Пьезоэлемент там внутри, он его сам поджигает. То есть, ну, это опять автоматически. Здесь у меня стоит на газ вот поставлен. И все. Откроем. Да, свет горит. Холодильник работает. Видите, да? Лампочка работает, свет горит. Ну, ему надо время, чтобы он... Вот. Все, холодильник работает. Все очень просто. Выключу его. А сейчас, друзья, я покажу, как у меня сливается вода в моем кемпинге. Может быть, это кому-то поможет. Потому что я долго искал и не нашел. Итак, вода у меня находится... Бак воды у меня находится под этим сидением. Сейчас я достану и покажу. Это заливная горловина. Вот издалека сейчас покажу. Это так выглядит заливная горловина у меня. Если мало ли стоит что-то горловиной, ну и вообще здесь залезть, почистить что-то можно. Здесь у меня на трех чурупчиков он закручивается. У меня уже откручено. Вот так вот выглядит мой бак. Вот там сзади, где пенопласт, там стоит вот эти два места. Там газовые баллоны. Два газовых баллона стоит. Так выглядит мой бак. Итак, как сливается вода. Очень я везде лазил и под ним была большая-большая проблема. Эта трубка, я так понимаю, перелива у меня. Сейчас у меня там третья часть бака. Эта трубка перелива. Когда наливаешь туда, идет перелив снизу и вода сливается. Берешь вот эту трубку. Я все внутрь туда руку опускал с камерой. Облазил везде. Все обсветил там по кругу. Ну, с камерой GoPro она воды не боится. Но я ее не опускал в воду. У меня был пустой бак. Ну, почти пустой бак. И не нашел я там никаких там клапанов. Никаких ничего. И расстроился, как мне сливать, вычерпывать оттуда воду. Или как на зиму. Все очень просто. Берется за эту трубку. И начинаешь ее. Вот я сейчас повернул ее. И ты просто выкручиваешь. Крутится в эту сторону. Значит, ну, против часовой. Вот смотрите. И вода побежала. Я закручиваю. Не хочу выпускать воду, потому что мы едем через несколько дней. Через там три дня. То есть вот так вот. Фиат Вейнсберг 2001 года. Так сливается вода. Здесь вытащить. И там, как я показывал. Вот здесь вот. Повернуть этот кран. И все это сольется. То есть все оказалось проще. И все очень хорошо. Вот. А соответственно, нужно еще будет, мне сказали. Так как эти краны в раковине. Эти краны, они пластиковые такие. Они не железные. Эти краны пластиковые. То я его подниму и ртом еще откручу, наверное, вот эту штучку. И ртом еще подую, чтобы не осталось здесь воды. Потому что они, ну, такие хрупкие. Пластиковые они такие хрупкие. Что если вода где-то здесь останется где-то, то есть ртом просто подую, воду выгоню и проблем никаких не будет. Так что вот, друзья, чем рад, если был рад вам помочь, то я это сделал. Потому что я сам искал. Смотрите, пользуйтесь, а мы поедем в путешествие через несколько дней. Будем осваивать этот домик. Так что рад был вам помочь. Всем всего доброго.